Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги «Тавит» считается на дальнем переводе старым, добрым для библейского портала «Экзегет». Восьмая глава – это, собственно говоря, кульминация всей истории, когда уже состоялся заключен брак между юношей Тови и девушкой Сарой, но Сару ревнует некий демон, который убивает всех, кто пытается стать ее мужем. И как же справиться с ней? Вот с Тови путешествует ангел, неузнанный ангел Рафаил, который дает ему рецепт при помощи потрохов рыбы, которые нужно сжечь. Немножко странный способ, но тем не менее мы говорили о том, что может быть эта история о том, что даже самые странные способы иногда срабатывают, и что ангелы редко являются с небес для того, чтобы вот прямо все так в своем сияющем облике для нас устроить, но нередко мы, может быть, не распознаем их советов, когда они нам говорят как люди. Итак, когда окончили ужин, это свадебный пир, между прочим, «Вели к ней, то есть царя Товию в спальню, где она находилась. Он же, идя вспомнил слова Рафаила, взял курильницу, ну, то есть для благовоний, положил сердце и печень рыбы и курил, курил, ну, то есть воскурял. Демон, ощутив этот запах, убежал в верхние страны Египта и связал его ангел». Вот, ну, это, конечно, совершенно фольклорный элемент, да, демон, который боится запаха рыбьего сердца и печени, да, странная история. Люди тогда, видимо, в это верили. Вообще, люди склонны верить в то, что мир населен разного рода духами. И мы могли бы сказать, ну, это такая волшебная история про волшебную рыбу, у которой волшебные потроха, если эти потроха бросить на раскаленные угли, то демоны от себя отбегут, потому что этого запаха они ужасно боятся. Почему верхние страны Египта? Ну, Египет еще в исходе-то описано, это такая страна чародеев, страна, где действует всячески магия, да, ну, и на самом деле египтяне действительно любили вот все эти волшебные вещи. Вот, но этот фольклор, он абсолютно не отменяет богословского смысла этой книги, да, то есть он служит некоторым таким украшением. Сегодня бы это было, допустим, в другой стилистике сочинено. Тогда это сочинено вот в той стилистике, которая была принята. В те времена эта книга обычно датируется вторым веком до нашей эры, может быть, даже первым. Кто и когда точно ее написал, мы не знаем. Итак, когда они остались в комнате вдвоем? Слушайте, у нас единственное в Библии описание первой брачной ночи, причем подробное. Интересно, как у них это происходило, правда? Когда они остались в комнате вдвоем, Товия встал с постели и сказал, «Встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас». То есть брак заключается не просто перед Богом, но брак заключается для того, чтобы все происходило перед Богом, в том числе первая брачная ночь. И начал Товия говорить, «Благословен Ты, Боже, отцов наших, и благословенно имя Твое святое и славное вовеки. Да благословляют Тебя небеса и все творения Твои. Ты сотворила даму и дал ему помощницу Еву, подпорую жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. «Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с ней». И она сказала с ним «Аминь», и оба спокойно спали в эту ночь. То есть, смотрите, молитва перед этой самой первой брачной ночью, о чем? О том, что, собственно, это Господь и заповедал, что Адам и Ева первая пара, и что от них все человечество, это должно продолжаться дальше, и что брак не просто для удовлетворения похоти, но для исполнения, в том числе, этого желания. И прекрасные слова «Дай мне состариться с ней», да, вот, чтобы этот брак действительно был прочным. «Между тем Рагуил, встав, это отец Сары, встав, пошел и выкопал могилу, говоря, не умер ли этот?» То есть, уже понятно, что все умирают, но, наверное, этот тоже хороший парень, ну, что делался. «И пришел Рагуил в дом свой и сказал ей и жене своей, пошли одну из служанок посмотреть, жив ли он? Если нет, похороним его, и никто не будет знать тому, что зачем неприятности навлекать следствием?» Служанка, отворив дверь, вошла и увидела, что оба они спят, и выйдя, объявила им, что он жив. «И благословил Рагуил Бога, говоря, благословен ты, Боже, всяким благословением чистым и святым. Да благословляют тебя святые твои все создания твои, все ангелы твои, все избранные твои, да благословляют тебя вовеки. Благословен ты, что возвеселил меня и не случилось со мной так, как я думал, но сотворил с нами по великой твоей милости. Благословен ты, что помиловал двух единородных. Доверши, Владыка, милость над ними, дай им окончить жизнь во здравии, с весельем и милостью, и приказал рабам своим зарыться, могилу». Ну вот, еще одна молитва, то есть это о том, как люди с Богом живут, и на языке отчасти таком немного сказочном, да, это надо признать. «И сделал для них брачный пир на четырнадцать дней. Сказал ему Рагуил, склятываю, прежде исполнения дней брачного пира, не уходи, доколе не исполнятся эти четырнадцать дней брачного пира. А тогда, взяв половину имения, благополучно отправляйся к отцу твоему. Остальное же получишь, когда умру я и жена моя». Две недели брачного пира, ну, то есть понятно, что это, с одной стороны, праздник, с другой стороны, прощание девушки, молодой жены со своим родным домом, со своими родителями. И, соответственно, Рагуил, склятывая от него этого требует, две недели никуда не уходить. А мы уже, наверное, даже и забыли, что вообще-то Тови шел получить деньги и совсем другого человека говорила. И о том, как были эти деньги получены, будет следующая, очень короткая, девятая глава.